Урок 5. Виртуальные проигрыватели DEC A и DEC B. Часть 2. Окруженность с делениями, внутри которой находится джок, представляет собой длительность всей композиции в процентах, изображенную графически. Голубым цветом на ней отображается область композиции от начала до текущей точки воспроизведения. То же самое значение отображает полоса аудиоданных, находящаяся чуть выше джога, но помимо длительности на ней представлена диаграмма звукового сигнала, графически показывающая структуру данной композиции. Существует возможность мгновенно переместить воспроизведение в любую точку композиции, нажав левой кнопкой мыши по выбранному месту на диаграмме сигналов. С помощью кнопки Q можно поставить точку разметки в любом месте композиции, что в дальнейшем позволит нам начинать воспроизведение с отмеченного места. Нажав кнопку Q в режиме паузы, мы установим точку разметки в то место, где в данный момент остановилась композиция. Если нажать кнопку Q в процессе воспроизведения, то текущее место воспроизведения будет перенаправлено к точке разметки и проигрывание трека приостановится. Virtual DJ позволяет установить до трех точек разметки, для чего служат три кнопки Hard Q, расположенные над диаграммой сигналов. Для того, чтобы установить вторую и третью точку разметки, следует нажать на соответствующую кнопку Hard Q и выполнить вышеописанные действия. Кнопка SYNC является одной из самых полезных функций в программе Virtual DJ. Нажав на нее, мы автоматически синхронизируем скорость композиции в данном проигрывателе со скоростью композиции в противоположном проигрывателе. Ритм композиций тоже синхронизируется, и удары основных барабанов звучат одновременно. Фактически данная функция берет на себя половину работы диджея, выполняемой при сведении двух композиций.